Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Павла Ларина. Чтобы своевременно узнавать о выходе новых видео, ты можешь нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписка оформлена, ну а мы начинаем. Сегодня на канале Фэкс Фри я увидел видео, в котором автор рассказал о тех причинах, по которым, по его мнению, дроидам запрещалось заходить в контину Мосс Айсли. В его видео было рассказано о двух основных причинах, одна из которых очевидна, дроиды занимали много места, при этом не покупая напитков, а вот вторая заключалась в сугубо личных предпочтениях бармена, и англоязычный автор сказал, что дело было в том, что он, как и многие люди, ненавидел дроидов за то, что те якобы напоминали им о войне клонов, во время которой сепаратисты использовали свои роботизированные армии, чтобы наводить страх на местное население. Вот только эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку бармен Вухер, да, именно так звали этого персонажа из 4 эпизода, никогда не видел ни сепаратистской оккупации, ни страшной армии бездушных дроидов-убийц. Дело в том, что он родился и вырос на Татуине, был сиротой и никогда не встречался лицом к лицу с пресловутыми боевыми дроидами, а следовательно, у него не было причин их ненавидеть. Но почему же тогда на самом деле он не пустил дроидов в свой ресторан, если версия Facts Free является неверной? Ну что же, дело было в том, что выгоняя дроидов из бара, Вухер делал ничто иное, как повышал себе самооценку. И да, это был единственный способ для него показать самому себе, что он имеет над кем-то власть после всех тех унижений, что он пережил в детстве и юности. И если вы спросите, почему он выгонял только дроидов, а не выгонял, к примеру, инопланетян, ну напомню, что он всё-таки был барменом и его зарплата зависела от продаж напитков, которых дроиды в любом случае не стали бы покупать. А вот выгнав инопланетянина его кантина, потеряла бы часть прибыли и босс был бы этим очень недоволен. Кстати, говоря о его боссе, а вы знали, что управляющим кантины был никто иной, как родственник Чубакки? Если вам интересно узнать об этом Вуке поподробнее, то поставьте лайк, если лайков наберётся более 1500, то я сразу же начну работу над видео о нём, ну а если лайков будет меньше, то я просто сделаю видео на ту тему, на которую уже запланировал, а видео о Вуке-бизнесмене выйдет когда-нибудь потом. Ну а на этом всё, не забудьте подписаться на мой канал, если хотите видеть больше подобных видео. Кстати, это видео я скоро переведу на английский язык, поэтому не забудь также подписаться и на мой англоязычный канал, ссылка в описании. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео, спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила! Всегда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok